Что вот кредиторы, да, как бы вроде там, они как-то иногда там что-то намекают, что неплохо бы что-то сократить, но с другой стороны, они же и сами понимают, если этих сократят, а кто будет долги возвращать? Именно государственные чиновники, самые надежные, ну это должники, которые хоть как-то рассчитываются, они никуда не исчезнут, вот он сидит, вот его зарплата, вот из нее можно получить хоть часть долга. То есть здесь вот эту всю систему поломать, это нужна воля, да, я вот, вот был какой-то разговор с одним, так сказать, там вот таким скептиком, ну латыш, журналист, по поводу вот моей акции, да, вот в УДГМ, да, я говорю, что дело не в том, что там каких-то нюансов юридических, я увидел одно, меня не хотят, да, мне не хотят давать. Не важно, что я там сейчас напишу, если я так напишу, меня там откинут на два месяца, я так напишу, откинут на три месяца, я должен вот показать вам, что у меня есть воля, что я, вы меня можете вот каждый день отсюда выкидывать, я буду сидеть, буду упираться, и вы будете каждый день иметь, да, иметь проблему. Вы хотите вот каждый день, вот буквально, а потом я еще приду не один, а приду еще с 30, я просто не хотел для такого, что 30 человек всегда чреват каким-то беспорядком, я не хотел этого, да, и нормально получилось. И точно так же, я вот говорю, что значит человеческая воля, так же и в переговорах с Международным валютным фондом, в переговорах с кредиторами надо проявить волю, надо сказать, вы что хотите, чтобы здесь была бунт и беспорядки, революция, чтобы государство вообще рассыпалось, чтобы, ну, там, не знаю, можно этим шантажировать, там, присоединилось к России, как угодно, но ты должен любыми способами отстоять, да, нельзя там вот так, нельзя быть накладистым. Наши правящие партии просто говорят, мы этот кредит отдавать не будем, они, в общем-то, их же не скрывают, вот у нас на передаче Дзинтерзаки, председатель парламентской фракции на время сказал, что мы не будем отдавать, возьмем еще кредит, потом еще кредит, потом еще кредит, и это навсегда. Это они, сейчас, знаете, перед выборами они так говорят, ясно, они могут его не отдавать, может они, это игра слов, я хочу сказать, да, вот такой форме не отдадим, отдадим чем-то, ну, с этими, ну, коммуникациями, что у нас еще там не приватизировано, да, ну, что шведы возьмут, в конце концов, там, ну, вот эти наши социальные какие-то службы. Ну, что-то всегда, так не бывает, мир так не устроен, это все они дурачка разыгрывают, мы не будем отдавать, там, вы не можете этим отдать, ну, давайте человеческим мясом, там, сколько в Афганистане, вот там, какая-нибудь Голландия, там, откажется, да, например, там, там, или кто-то, там, не знаю, вот давайте ваши, там, там, 500 человек, пусть будет контингент. Вот, это, мир так не устроен по-детски, да, что там, что ты их скажешь, а я, типа, отдал, сейчас я наберу еще и не отдам, ну, что вы за дурачков там держите. Чем отдать, это другой вопрос, там, земля есть, есть какие-то, там, коммуникации, чем отдавать? А мне кажется, что вот это нужно по-другому строить, нужно сформулировать перед международными кредиторами как-то вопрос так, что будем отдавать, ну, давайте так, чтобы мы, чтобы страна не превратилась вообще в руины, давайте вы нам тоже помогите, да, давайте как-то будем решать это в диалоге, да, чтобы, чтобы вы как-то рано или поздно получили свои деньги, но и стране, населению было за счет чего жить, а не то, чтобы выдаивать последнее и жить не на что. Ну, то есть нужно ставить вопросы и нужно иметь волю, воля очень важная вещь, я не вижу вот наших, за исключением одного вопроса в продавливании, там, вот, там, государственного языка и так далее, а я вот, честно говоря, нигде больше не вижу, что люди бы проявили волю в отстаивании интересов жителей. Хорошо, хочу вернуться немного в прошлое, вы были политзаключенным, мы сидели и в российской тюрьме, и в СИЗО, и сидели в Рижском централе. Как тюрьма повлияла на ваши политические взгляды? И повлияла ли вообще? Ну, тут надо сказать, что все-таки, ну, так, не надо преувеличивать, я сидел слишком мало, чтобы, чтобы, там, тюрьма могла как-то, там... А сколько вы, кстати, будете включать? Да не знаю, то есть в общей сложности, там, полгода набирается, да. Я, собственно, и в российском изоляторе, в Лефортово, вот, в чекистской тюрьме, сидел по запросу из Латвии, да, то есть это тогда было первое... Ну, да, хотя это обвинение мне не... его сняли уже в самом начале, в принципе, там были другие по подготовке, ну, по призывам к свержению государственного строя, хранение взрывчатки большого склада в Мангеле, хранение взрывчатки дома. Ну, постепенно все обвинения, так сказать, отсеивались, вот, последним оставалось, это мое, так сказать, кресло домашнее, где вот я якобы хранил, так сказать, там, пачку тротила, вот. Комашин кресла, это хорошо, да, да. Вот, и... не, ну, поэтому это важный человеческий опыт тюрьма. Ну, в российской я был все-таки в Лефортово, это она не показательная, это очень такая... и всего я там месяц был, это, ну, это очень своеобразная, то есть очень такая тюрьма, в которой для кого-то очень... Ну, скажем, это лучший вариант, если уже вообще из тюрьмы так можно назвать лучший, а для кого-то ужасный вариант, потому что это тюрьма очень формальная, да. Для вас какой был? Ну, для меня это лучший вариант, потому что я могу находиться в одиночестве. Есть люди, которые вообще не выносят одиночество, да, то есть люди, есть люди, которые вот только, ну, там, ну, скажем, в зонах, где много людей, где более-менее такой режим, где ты можешь с кем-то общаться, да, там, хоть письменно, хоть, так сказать, устно, да. Так это... и есть люди, которые просто не знают, чем себя занять, вот, находясь в одиночестве. Ну, а человек, у которого есть, там, ну, как бы, о чем думать, писать, там, и прочее, я много написал за месяц, там, ну, так, написал кое-что и так далее. То есть это, как бы, это, конечно, то, что, ну, ты, по крайней мере, четко знаешь, эта тюрьма, ну, такая законная, ну, как, наверное, она еще с тех, что, не с там, с сталинских времен, не знаю, остались вот такие... Она законная, в принципе, да, она жесткая, но она законная. Если тебе полагается в день два листа бумаги, то тебе дадут два, да. Если ты... То есть там все соблюдается. Да, если ты попросил два, у них там, ну, на их, где они там дежурят, вот, в данный момент нет двух листочков, он побежит и принесет второй листочек. Но если попросишь третий, тебе не дадут ни за что, да, то есть вот это такая вот оригинальная. Ну, поддержку вообще ощущали, вот, людей, однопартийцев. Да, нет, я и в Москве, и в Риге, и постоянно в Москве, там и депутаты какие-то за меня впряглись, и даже далекие, так сказать, политические там даже... Алксис, по-моему, да? Ну, Алксис, он, это не как раз, это он всегда в той или иной степени, ну, и как земляку, и как человеку в чем-то наши взгляды совпадают. Ну, и просто он порядочный, в принципе, человек такой, вот. Ну, были и другие люди, которыми там вообще никак политически не пересекался, но, тем не менее, какая-то поддержка была. Ну, вот представители национально-большевистской партии, они провели несколько, если я не ошибаюсь, таких достаточно радикальных акций. Одна из них произошла с послом Латвии в России, Тейкминс, на пресс-конференции. Давайте посмотрим на экран, вспомним, как это было. Пожалуйста, господин посол, вам слово, прошу вас. Что так? Так. Свободу Владимиру Абелю, свободу Владимиру Абелю, руки против от русских скок, руки против от русских скок, ваши руки в крови, ваши руки в крови. Советский солдат спасите вас, свободу по незаключенным. Вот мы сейчас посмотрели, как ваши сторонники отставили вашу свободу, вот такие акции у вас как-то. Как вы воспринимаете? Ну, радикально довольны уже. Я тогда сидел как раз уже в Рижской центральной тюрьме. То есть, вас депортировали? Да, да, это уже было существенно позже, это уже 2008 год. Да, мои сторонники в Москве провели акцию, там, залили там кровью, что ли, латвийского посла. Не, я очень нормальный. Вообще вся тюрьма здесь, Рижская, тогда гудела, когда, ну, по телевизору все это показали. Но это очень, это важно психологически. Вот я вам скажу, что я, вот что самое интересное в тюрьме, да. Вот много сидит, вот, скажем, в Рижской центральной тюрьме, где я с большим количеством людей там общался и так далее. Что кажется, человек сидит, что у него такие куча связей, там все, он такой вроде весь. А вот так смотришь, что вот проходит год и вспоминают о нем, разве что вот старушка-мать и все, да. То есть, даже там не жена, там уже постепенно все. Не про всех говорю, но в целом уходит на облик, человек остается один. А тут все люди смотрят, что каждый день что-то, да, там, там мои сторонники делали, в Украине что-то провели, да. То есть, переводы мне приходили от ветеранов Великой Отечественной войны, там, от нескольких, да, кому я когда-то помогал, да. Это очень, очень повышает статус человека. Это вообще самое главное. Так оценивают человека. Если ему в своле помогают, и ни один человек, не только родственник какой-то, значит, этот человек что-то весит в этой жизни. То есть, в тюрьме это помогает завоевать авторитет. Ну, это слово авторитет, это чрезмерно, я там не искал же никаких, так сказать, таких ролей. Да, я просто, ну, как бы, это уважение. Уважение, да. Уважение, что у человека, значит, выбран какой-то путь, пусть у него свой, мы там не все, кто-то понимает, кто-то нет, но у него есть свой путь. Он на этом пути приобрел сторонников, его уважают, значит, это все серьезно и правильно. Ваше, вот, к сожалению, время у нас подходит к концу. В завершение хочу спросить, вот ваша дальнейшая политическая работа, вы собираетесь делать ее достаточно умеренной, или все-таки будут какие-то радикальные акции, какие-то, ну, не знаю, сказать это...